Это улица, на которой я вырос, провел все детство, всю молодость фактически, все выходные, все каникулы, все свободное время проходило у меня здесь, не в центре города, а здесь, где жила моя бабушка, где жила моя тетя, на улице Ладожской, в доме 28. Сейчас мы заходим на территорию дома, в нем сейчас никто не проживает, он не пригоден для проживания, но сносить его не хочется, а восстанавливать сейчас времени просто нет. Но тем не менее этот дом остается, живет, несмотря на то, что пустой, он продолжает жить, продолжает навеивать воспоминания об этих местах, об этих годах, которые были проведены здесь. Дом пережил войну, в этом доме жили офицеры, военные, которые служили в советской армии, они квартировались здесь. Ну, потом появился в этом доме я. Я здесь сначала до детского сада рос, потом в детский сад ходил, и на все выходные меня сюда привозили, а потом, когда я уже стал постарше, я сам приезжал сюда, садился на маршрут номер 9 и ехал сюда. Ну, я в нем засыпал всегда, на конечной остановке меня кондуктор будил и говорил оконечно, и я вскакивал и бежал сюда, к бабушке, быстрее, потому что знал, что здесь пирожки, здесь меня любят, меня ждут очень. Наверное, первый друг, который у меня был здесь, это моя бабушка. Вся семья собиралась в доме на праздники. Это было событие, это было интересно, это было здорово. Здесь была традиция, и она остается. Палка к двери приставленная означала, что в доме никого нет, и никто никогда не попытается зайти и постучать или что-то, не дай Боже, украсть. Калитка закрывалась только на вертлюжок, никогда никаких замков не было. Дом на самом деле был построен по всем технологиям северного дома, и в нем вот окна с двумя рамами. Я помню, всегда на лето раму снимали для того, чтобы можно было распахнуть окно и запустить свежий воздух, а на зиму вставляли обратно, утепляли, обязательно протыкивали ватой. На чердаке было заветное место, в которое я все время стремился. Там была комната, в которой было очень интересно сделано, все старшим братом. Такое уютное место типа кабинета, в которое можно было играть. И, кстати, еще вот памятная для меня березка. Эта березка была посажена в год моего рождения. Посадила ее моя бабушка. Здесь я научился водить катер. Для меня это было тоже большим восторгом, когда пацан в 10 лет управляет катером, фактически как будто кораблем. Выезжает на маленьком катерочке, на большую речку. Это было что-то незабываемое, что-то такое грандиозное. Из всего города Архангельска это для меня, наверное, самое памятное, самое дорогое, самое любимое место. Это улица Ладожская, дом 28. Несмотря на то, что дом уже давно не нежилой, и в нем нельзя находиться внутри, я приезжаю, наверное, с завидной регулярностью, раз в два-три месяца обязательно. Этот дом для меня, наверное, есть машина времени, а есть дом времени. Я приезжаю сюда и вспоминаю, как это было, как это было здорово. Приятно, ностальгия. Редактор субтитров А.Семкин